Я очень люблю жизнь людей и люблю любить. Так говорит наш сегодняшний гость, самый романтичный певец Украины, Виталий Козловский. КОНЦЕРНОПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР Виталик, здравствуй! Я очень рада видеть тебя сегодня у нас в гостях. Очень приятно. Расскажи, пожалуйста, над чем ты сейчас работаешь? Я сейчас работаю над новым репертуаром, над новыми песнями. Я нашел прекрасного автора, с которым запишу новый альбом. Мой первый сольный альбом в новой жизни. На сегодняшний день для меня мои песни, они имеют очень огромное значение. Поэтому я к каждой песне сейчас отношусь очень серьезно. К чему я вообще веду? Если раньше, например, я позволял себе экспериментировать, то сейчас, если я экспериментирую, я это делаю полностью, с полной отдачей своей души. То есть это должно быть на 100% искренне. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, несмотря в чем, с чем и как, я должен это делать по-настоящему, по-честному. Одно на всех сияние Мне достаточно, чтоб жить Я готов быть одним из Одно на всех сияние Не согреет меня в толпе Но и ты Не подаришь тепла Мне Виталик, ты артист, очень много гастролируешь. Как ты считаешь, когда в семье люди редко видят друг друга, это хорошо или плохо? Это индивидуально очень. Кому-то удобно жить порознь и только иногда жить вместе. Кому-то очень это мешает в жизни и некомфортно. Ну, каждый, наверное, для себя выбирает свое. Я считаю, что семья есть семья. Люди должны быть вместе, как одно целое. Ты с детства занимался танцами, но так и не получил музыкального образования. Как ты считаешь, для тебя это хорошо или плохо? У меня из этих танцев, честно говоря, большие проблемы сейчас со спиной. В последнее время вообще не танцую. Так иногда пританцовываю на сцене, поскольку боюсь снова, чтобы не было таких глобальных проблем. К сожалению, у меня никогда не были мои родители инициативны. На те же танцы я сам пришел. Так получилось. Как-то вот мне хотелось чем-то заниматься, я долгое время себя искал. Я обошел всевозможные спортивные там секции, кружки и пришел к танцам и понял, что это мое. Но до музыки, до игры на каком-то инструменте я не пришел, поэтому на сегодняшний день я могу играть только на нервах. Жизнь продолжается и на самом деле можно всему учиться. Я жалею, что я в своей жизни не пришел еще к какому-нибудь музыкальному инструменту, не обучился ему и на сцене до сих пор не стою, например, с той же гитарой или какой-то губной гармошкой, с которой можно воспроизвести какой-нибудь звук интересный. И на самом деле в жизни никогда ни о чем не нужно жалеть. Как бы ты жалеешь, что ты там танцуешь, а не играешь на чем-то. Нет, ни в коем случае. Я совершенно ни о чем не жалею. Ни о ком и ни о чем в своей жизни. И все, что в моей жизни происходило и происходит, я действительно это принимаю с благодарностью и работаю над собой. Ты чуть ли не единственный певец в Украине, который еще и танцует, так как за границей это в порядке вещей. Как ты считаешь, что в Украине у нас очень мало исполнителей танцующих? Это хорошо или плохо? Ну, если будут танцевать все, тогда это будет неинтересно, правильно? Поэтому кто-то танцует, кто-то не танцует. Знаешь, когда происходят какие-то глобальные перемены в твоей жизни, меняется твое сознание и меняется твое отношение к жизни и к людям. Моё отношение к людям не поменялось. Я, как прежде, люблю людей, несмотря на то, что они очень часто мне делают больно. Но на сегодняшний день мне хочется делать иную музыку и по-другому ее петь. Может быть, где-то отойдет на второй план вот эти все танцульки. Может быть, на сегодняшний день они мне не настолько нужны. Может быть, я их не так уже чувствую. А может быть, в этом просто сыграла роль здоровье. Главное оставаться собой и быть искренним, потому что искренность – это потенциал успеха. Синглы Виталия часто занимают вершины музыкальных чартов. А его песня «Знаешь» вошла в десятку лучших украинских песен за последние 20 лет. Синглы Виталий У тебя недавно был конфликт с твоим продюсером. То, что у нас в Украине, в нашем шоу-бизнесе нет нормальных контрактов, как, например, в США, в Европе. Как ты считаешь, это хорошо или плохо? Конфликт был и есть. Но конфликт не с моей стороны, а конфликт со стороны человека, о котором ты говоришь. Я проработал с человеком 9 лет. Делал свою работу по-честному. Закрывая глаза, подписывал любые бумажки, которые он мне подсовывал. Но никогда между нами не было контракта, как артист и продюсер. То есть все было на честном слове. В какой-то момент я для себя просто понял, что у меня уже нет ни внутреннего развития, вот духовного какого-то, ни финансового тем более. То есть это никому не выгодно. А быть как бы в каких-то рамках для творческого человека – это просто прямая погибель. Поэтому я решил уйти. Первый раз, когда состоялся разговор, человек отреагировал очень, скажем, нормально. Он даже меня хотел поддержать. При втором разговоре был совершенно уже другой тон общения. Ну и, я так понимаю, просто он проанализировал себе всю ситуацию сложившуюся. Может быть, посоветовался с женой. И понял, что так просто я его не отпущу. Как так просто его отпущу? Нет. Ну и все. А, естественно, я с этим соглашаться не хотел. И я ушел. И ты знаешь, я совершенно ни о чем не жалею. Мне хочется, чтобы мои песни любили люди. Мне хочется, чтобы меня приглашали на концерте. Чтобы мне давали за это деньги. Почему? Потому что я мужчина. Потому что я хочу, чтобы моя семья будущая чувствовала себя прекрасно. И я хочу чувствовать себя хорошо. Чтобы я был независим от денег. Но, ты знаешь, вот, наверное, в своих мыслях и в своих желаниях нужно быть очень аккуратным. Я, как сейчас помню, сижу в поезде, сам в купе. И думаю, когда я перестану петь Шекспир, Красота Разлука, Пиноколада. Я уже не Шекспир. Я уже не Пиноколада и Красота Разлука, да? Все то, о чем я пел раньше. И это имиджевые более песни были. Это песни, которые я исполняю, даже не задумывался, о чем я пою уже. Потому что я давно это все пережил, забыл и отпустил. И я их пел только в силу того, что люди сами хотели эти песни услышать. Я действительно поистине благодарен жизни за то, что предоставила мне такой колоссальнейший урок, опыт. Даже я бы сказал, мне как мужчине, артисту это было очень-очень необходимо. Слишком долго я засиделся в такой, знаешь, как говорится, ватной комнате, в которой вот никак. Знаешь, в какой-то момент тебе там комфортно и тепло, а потом тебе становится уже настолько нудно и неинтересно, что у тебя идет апатия вообще ко всему тому, что ты делаешь, к жизни, к обстоятельствам. И вот я помню период до конфликта. На самом деле мне было намного хуже, чем после конфликта. Я надеюсь, что пройдет время, и все станет на свои места. Конфликт исчерпает себя, и никто ни на кого не будет злиться. Ну, никто ни на кого, это я имею в виду о той стороне, так как с моей стороны никакой злости нет. Для того, чтобы идти вперед, нужно просто отпустить и ситуацию, и, наверное, какие-то обиды. У меня обид нету, я просто благодарен судьбе за все то, что было. В неполные 28 лет Виталий имеет более 20 наград и премий. Пиноколада – дело случая, Пиноколада – ты не лучшая, и я так хочу тебя. Пиноколада – горько-сладкая, Пиноколада – секса капелька, желанная, тайная, скучая. То, что некоторые артисты идут в политику, по твоему мнению? Мне даже жутко не нравится. Это хорошо ли? Ну, я не знаю, может быть, мне, если бы заплатили большие деньги, я бы пошел. Снова-таки я говорю сейчас очень так, как, знаешь, человек, который любит деньги. Нет. Хоть и называют артистов проститутками, потому что, когда идут всякие выборы, ты можешь поддерживать одну партию, одного кандидата, а выступать совершенно за другого. Но, снова-таки, когда артист выходит на сцену, он выходит не за кого-то, он выходит для людей, для кого-то. Можно быть самым богатым человеком на свете, можно от всего отказываться и не нуждаться в этих концертах. Но для артиста важно, что, да, заработок – это, естественно, мы уже говорили об этом, но нам важен сам выход на эту сцену, нам важны аплодисменты публике, нам важно, чтобы нас хотели услышать, чтобы нас слышали. Не просто слушали, а слышали то, о чем мы хотим сказать со сцены. Может быть, если бы мне предложили бы вступить в какую-то партию, и если бы идея была бы мне интересной, я бы, может быть, даже пошел бы. Потому что в этом году, вернувшись с отдыха, я впервые в жизни почувствовал, насколько хреново жить в нашей стране. 22 января 2009 года Виталию было присвоено звание заслуженного артиста Украины. А небо плачет грозами, 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 вмывает сердце слезами, слезами, слезами. Я снова скажу – люблю, а ты не чуешь слів. А небо плачет грозами. Все знают истину, не сотвори себе кумира. У тебя очень много поклонниц. Как ты считаешь, быть кумиром – это хорошо или плохо? Быть кумиром – это большая ответственность, потому что к тебе прислушиваются. А ты, как человек, тоже способен делать ошибки. Если ты сделаешь какую-то глобальную ошибку, и твои ошибки последуют, это будет на твоей ответственности. Поэтому я тебе хочу сказать – слава, популярность, она во многих случаях человека улучшает. Потому что ты понимаешь, что так ты сделать не можешь, так ты делать больше не будешь. Если ты раньше себе это мог позволить, сейчас ты этого делать не будешь. Но я не боюсь этой фразы, там, не создавая себе кумира. Почему бы и нет? Если человек – пример для тебя, если человек добился успеха, если у человека там красивый голос или человек умеет красиво играть на каком-то инструменте, почему ты не можешь быть его поклонником и где-то, наверное, не наследовать его, и не стремиться к тому, чтобы так же петь, так же танцевать, так же играть, если тебе это нравится. Скажи, какое отношение поклонников к артисту ты считаешь этичным, а какое – нет? Этика для каждого своя, понимаешь? Кому-то будет совершенно нормальным при встрече обнять, поцеловать, а кому-то будет это как бы неэтично. Я этого не люблю, я не люблю понебратство, когда совершенно незнакомый для меня человек начинает со мной разговаривать, как будто я старый друг, как будто мы с ним там 200 раз сидели на кухне, извиняюсь, там, пили, плакали, смеялись, и тут он мне что-то начинает высказывать. Этого я ненавижу, этого я не люблю, это я сразу пресекаю и сразу жестко говорю. Если человек относится с уважением, это я приемлю, это мне нравится. В этот момент ты чувствуешь себя человеком, и человек чувствует себя человеком. Более того, когда к тебе относятся правильно, ты сразу хочешь открыться перед этим человеком, тебе хочется его расположить сразу к себе. А как, по-твоему, артист должен вести себя по отношению к поклонникам? По-человечески. Мои поклонники – это моя сила, и это должен знать и помнить каждый артист. Не каждый это помнит, не каждый об этом вообще задумывается. В своем случае я делаю встречи, например, фан-клубов. Съезжаются мои поклонники, и мы проводим с ними какое-то время, общаясь, я им отвечаю на их вопросы, пою для них песни. Они стремятся всегда мне сделать какие-то интересные подарки. За это я им, конечно, очень благодарен, потому что, действительно, подарков было много, и они такие оригинальные. На самом деле, это согревает настолько душу, и ты понимаешь, что в этот момент ты действительно нужен. А чувство нужности и чувство того, что тебя любят – это счастье. Первый сольный концерт Виталия в Национальном дворце Украина прошел с перианшлагом. Зрители 20 минут не отпускали артиста со сцены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы находите андрофильм? В шоу-бизнесе очень чувствуется атмосфера притворства. Как ты считаешь, это хорошо или плохо? Когда я разошелся со своим продюсером, когда был всеукраинский конфликт, который выносили даже в новости, где рассказывают о политике и моментах, которые происходят в мире. И тут рассказывают о Козловский, который разошелся со своим продюсером. Вот в этот момент я остро чувствовал реакцию людей. Перепуганные глаза, которые говорят «Здравствуй, как твои дела? У тебя все хорошо?» Я говорю «Да, хорошо». А на тебя люди смотрят с таким сожалением, как будто ты уже покойник. Я этого ненавижу просто. И ненавижу таких людей. У тебя со многими людьми в шоу-бизнесе сложились очень теплые и дружеские отношения. Как ты считаешь? Почему? Потому что я искренний, потому что с теми, с кем у меня складываются хорошие отношения, их поистине люблю, уважаю, как людей прежде всего и как артистов, конечно же. Потому что, поверьте, прийти на пьедестал уважения, может не каждый, но многие могут прийти. А вот удержаться там могут единицы только. И вот те, кто удерживаются, те, кто может из года в год, каким-то образом акцентировать на себе внимание, которые могут что-то создавать и удивлять этим, такие люди у меня вызывают глубочайшее уважение. Таких людей я очень люблю. И с такими людьми мне безумно хочется общаться, видеться, проводить свое время. И в нашем шоу-бизнесе есть певцы, певицы, с которыми я действительно очень тесно общаюсь, которых я люблю, которые меня очень сильно поддерживают и любят. И в число таких входит, конечно же, моя любимая певица Ирина Билок. А еще Виталий снимается в телесериалах и озвучивает мультфильмы. Барбі, чекай! Что ты делаешь, татку? Да это же Барбі, лялька, Кен. Их сотни миллионов таких самих. А для меня она единственная. Ясно! То же разом и умирай! О, Кен! Народ, схамените! Девокрай может быть крутым и гиповым, если все живут по совести. Это все татка. Он создавал из нас пирамиду и вместился на Верховце. Вы свободны? Ну, допустим. Мы сидим за Днепр. Поехали. Поехали. Слышь, Гагарин? Давай сначала про деньги договорим. Да, да, я Виталий Козловский. Я поп-звезда. Поехали. Поехали. Че, минута, и одна из них вылезет из-за того в бардачках. Хорошо, вы рядом оказались, а то в прошлый раз из одежды на меня осталась одна гитара. Ого! Ого, сука баб! Точно фура с колготками перевернулась. Кстати, Елена. Виталий Козловский. Главное, скорость не сбавляйте, а то они выносливее, чем кажутся. Обалдеть! Ты уже пробовал себя в кино. Скажи, тебе понравилось? В основном это были сериалы. Конечно, мне понравилось очень сниматься в кино. Мне бы хотелось, чтобы в моей жизни, может быть, не в далеком будущем, появилось предложение сняться в чем-то более серьезном, чем то, что было уже ранее. Так как мне всегда приходилось играть самого себя. Это не всегда интересно. Я бы просто хотел в себе открыть нечто новое. То, что мне, может быть, в какие-то моменты не хватает. Творческий человек, он, как правило, очень богат внутренне. И он может развиваться в разных направлениях. И я в себе иногда чувствую, что во мне есть актерские способности. Просто они не открыты. Их нужно развивать. А для того, чтобы развить, действительно, нужно, ну, вероятно, упражняться. Хотя, с другой стороны, можно этому научиться прямо во время съема. Если бы тебе предложили быть певцом или актером, что бы ты выбрал? В моей жизни был такой момент, когда я думал, что мне уже не нужна музыка. Но это было тогда, когда ее не было в моей жизни. Когда я был танцором. Когда я танцевал профессионально. Ездил на гастроли в качестве танцора. В моей тогда жизни было какое-то маленькое такое минутное разочарование в шоу-бизнесе. И в том, насколько бывают неискренние и фальшивые люди, которые выходят на сцену и поют прекраснейшие песни на первый взгляд. То есть я никогда не мог подумать, что артист, который поет песни, он может быть настолько двуличным. То есть глаза одно, а в другом месте совершенно другое. Я не уважаю таких людей. Ни на сцене, ни в жизни. Это было мимолетное разочарование. А потом я все-таки пришел к тому, что мое желание петь очень велико и высоко. Поэтому в данном случае, конечно же, музыка всегда будет, наверное, впереди меня. Моя жизнь – это сплошной саундтрек. Любое мое мгновение, какое я вспоминаю из своей жизни, оно ассоциируется с какой-то музыкой, с какой-то песней, с какой-то мелодией. Поэтому однозначно я выбрал бы музыку. Три альбома «Виталия», «Холодная ночь», «Неразгаданные сны» и «Красота разлука» были проданы огромными тиражами и получили статус «Золотых дисков». Три альбома «Виталия» и «Красота разлука» «Виталия» и «Красота разлука» У нас еще есть детский вопрос. Внимание на экран. Меня зовут Глеб Сергеевич, мне 8 лет. Мне очень нравится заниматься много математикой, украинским чтением. Драться – это хорошо или плохо? Я не люблю драться, но мне приходилось драться. Как и каждому, наверное, мальчишке в школе. Хотя был момент и во взрослой жизни. Несколько лет тому назад, выезжая с одного концерта, стояла толпа людей, которые, как обычно, просят сфотографироваться, автограф. Была одна барышня, которая подбежала и говорит, «Пожалуйста, можно последняя фотография? Можно? Можно?» И парень стоит с телефоном или с фотоаппаратом, смотрит в экран. «Да нет, я тебя с этим фотографировать не буду. С кем угодно, но только не с ним». Но дело в том, настолько эта девушка была искренней и какой-то настоящей. Я понимал, что она хочет этого. Искренне хочет. Потому что, может быть, она любит меня как артиста, может быть, она любит мои песни. И мне стало обидно, прежде всего, не за себя. Ну и тогда начался жесткий разговор. И я просто первый подошел и дал ему в морду. Он не ожидал этого. Это было один раз, это было два раза, это было три раза. Мальчик просто ошалел, несмотря на то, что он там на голову выше меня был. Но когда я ему треснул в лицо первый раз, он вот так разогнулся и бешено круглыми глазами посмотрел на меня. У меня была такая агрессия, такое проявление жесткости и ненависти было к этому человеку. А потом, успокоясь внутренне, я понял, что я сделал очень правильно. Этому человеку такая встряска была необходима. В следующий раз, прежде что-то воспроизводить своим ротиком, он будет думать, стоит ли это говорить или не стоит, красиво это или нет. По отношению даже к барышне, не ко мне, мне все равно, как ко мне относятся некоторые. Виталик, что на сегодняшний день в твоей жизни хорошо, а что плохо? Плохо то, что я не всегда могу сразу себя открыть так, как бы мне хотелось бы. Мне всегда хорошо то, что я могу увидеть тех, кого мне хочется увидеть именно сейчас. Вот не хватает мне в какой-то момент конкретного человека. Хорошо, вот честно, не вру. У меня все в жизни всегда хорошо. Я всегда говорю это со сцены и, наверное, буду говорить так всегда. Как ты смотришь на жизнь, так она смотрит на тебя. Если мы об этом будем помнить и если мы с улыбкой будем относиться к нашей жизни, к проблемам будем относиться как к вопросам, которые мы просто должны со временем или какими-то обстоятельствами решить, тогда нам будет житься легче. Я ненавижу нытиков, людей, которые не знают, чего хотят от жизни. Это несчастные люди. Но сегодня может быть так, завтра будет по-другому. Мне хорошо. И в основном мне хорошо. Но для того, чтобы знать, что такое хорошо, нужно понять, что такое плохо. Что такое плохо в мягкой форме этого слова я знаю. Спасибо тебе большое. Я тебе желаю успехов, удачи. И чтобы все задуманное тобой обязательно исполнилось. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Партнер программы концертно-продюсерский центр Gold Sound. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА